Доброго времени суток, уважаемые любители шахмат. И это новый выпуск тактики на Часком. Поехали! Интересненько. Так, нужно убегать от шаха. При этом... При этом ферзь связан на С3. Слона можно взять, а можно отойти. Да. Куда же отойти? Целых три поля для отхода. Плюс взятие слона. Ну давайте посмотрим взятие слона. Что в этом случае? В принципе, здесь у Бейлых не так много идей, поэтому задачу можно решить. Слон на h7, король на h7, ферзь g7. Нет по причине связки. Ну что сделать? Можно шах дать ладью, да? То есть играть по ладью же 7. Дальше. А тут уже один ответ на h6, потому что король h8 это ладью c7. Ну а если король h6, то шах ладью и на g6, король отошел. Если на h5, то... То что? Ладья h2, ладь, король g6. Может быть, это как раз правильный вариант. Король h7, ладья g7, король h6. Ладья g6, король h5. А вообще, как спасаться от... Как спасаться? А, дело в том, что на король h8 есть ход ладья d8, да? Неприятно. Смотрите как. Король h8, ладья d8. Если бить, то тогда ферзь e1. А если... Король h7, то ладья g7, король h6. Что дальше? Хотел сказать ладья h8, но там ладья h8 есть. Ну да, ладья h8, ладья h8. Ладья g6. Король h5. Ну, или даже не ладья g6, а просто на e1 взять. Итак, король h8, кажется, не то. Ладья d8, король h7. Дальше ладья g7, король h6, ладья h8, ладья h8, ферзь e1. Хотя, тоже по материалу вроде бы нормально. Ладья d8, король h7, ладья g7, король h6. Ладья h8, ладья h8, ладья h6, король атошов, ферзь бьет e1, король бьет. Ну, если побить на а5, то 2 ладьи плюс слон. Так, ну, такой ход, как король f7, король f8, вообще как-то не хочется делать. Хотя, может быть, все штуку. Король h7, да? Угроза есть ладья c3. Как дальше? Ладья g7, король h6, ладья g6, король h5. Если просто ладья h2, то король g6, и ничего нет. Кажется, нужно бить все-таки. Какое опровержение, здесь непонятно. Король h7, ладья g7, король h6. Ну, может быть, ладья h7. Ну, тогда король h7, ладья d7, король h6. А, ну, если король h7, то, конечно, д8, то, конечно, ферзь. Также h7 мат, а если король h7, то просто ладья c8. Да, 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 да. Ну, наверное, все-таки бить нужно слона, потому что... Ну, а если выбегать королем на f7 или на f8, то тоже какой-то шаг найдется. То есть ладья d7, может быть, ладья c7. А на король f8, тот же ход ладья d8 и ладья c8. Да, видимо, слона бить надо. Так, ну, здесь явно не король h8, потому что будет ладья c7 и там мат на g7. Поэтому идем вперед смело. Да, верно, задача решена, но хотелось все-таки не промахнуться. Так, вот такая вот позиция. Не помню, может быть, где-то уже и встречалась она мне раньше. Как же здесь сыграть-то, а? И слон у нас в игре, а конь, интересно, может добавить здесь огоньку. Если сыграть, например, конь e7 и конь f5, это будет то или нет? Похоже. Почему? Потому что, если сыграть, например, слон e3, то мы конь f5, король g7 и ладья g2. То есть король g4 и ладья g2. Мне кажется, перевод коня должен решить партию. Ну, слона h4, это не то. Добавить коня нужно. Ладья f3, это тоже не то. Какой-то ход ладья c2. Ну, ладья c2. Ну, в принципе, тут все крепко, но ладья c2 можно сыграть ферзь h7. Там на t7 проблема. Конь e7, да? Что дальше на конь e7? Если король отходит просто на g4, то мы даем ему уже сразу мат. Ну, не мат, там королю придется отходить на h4, а мат уже в следующем ходу. Конь f5 или конь g6. Двойной шах и мат. Конь e7. Конь e7. Куда может король бежать? Никуда не может. Да и помешать, в принципе, никак не может. Так. Ну, вроде правильно. Давайте конь e7 попробуем. Да, ну, теперь, видимо, все-таки шах на f5. Если король отошел, то мат на g2. А если ферзь заберет, то лишняя ладья... Ну, забрал. Ну, забрал. И еще раз. Да, простая тоже задача, но тоже не хотелось промахнуться. Так, вот здесь у белых атака. И как же я закончить? Видим, что в плачейном отложении слон на a7, но активен белый, вернее, черный конь и ферзь и ладья. Здесь всего поровну, вернее, поровну, да, по легким фигурам и ферзь и там, и там есть. На плоти не хватает, которую на g7 отдали белое, поэтому нужно искать решающий удар. Не забывая при этом, что ферзь у нас на e2 под боем. Ну, как? Можно ладья g3, ладья... То есть, ферзь g4 или ферзь e5. Ферзь g4, да. Нужна идейка, конечно. Идейка нужна, без идейки никак. Ну, в принципе... В принципе, в принципе, можно сыграть ладья g3. Если король пойдет на e7, то есть, вернее, на f6 и на e7, то уже проблемы, да. То есть, вот мы видим уже основную идею черных в защите. Это перевести короля на e7, потом на e8 или на d7 и король убегает. Так, если король... вернее, ферзь e5, то f6, да, ход, возможно. Видимо, здесь как раз нужно искать. Потому что, если ферзь g4, то та же идея. Король f6. То есть, ферзь e5 остается. Ферзь e5, f6. Ну, король g8 явно не то, потому что ладья g3. Ну, и это фактически уже мат. Так, ферзь e5, f6. Единственное, потом ладья g3. Хотя, может быть, и ферзь g3. Может быть, и ферзь g3, кстати. Может быть, здесь ферзь сам все делает. Ферзь и слой. А ну-ка, если шаг на e5, f6, ферзь g3, защита здесь на f7, да. То есть, ферзь g6, король e7. И мы благополучно убегаем. Да. Что же делать? Убегает король, да? Да, похоже, убегает. Шаг. Так, ну, может быть, ладья g3, тогда король f7. Что дальше? Это король f7. Ладья g6 просто. Ладья g6. Если король e7, то, может быть, шаг на d5. Но ладья g5 есть. Да. f6 играет, и непонятно, что с ним делать. Просто такой фрагмент позиции. Так, ну, как же все-таки решить, а? Этот конь d4 очень сильный. Так, ферзь d5, f6, ладья g3, король f7. Под боем ферзь сейчас мы. А, ну так, ферзь h5. Что я думаю? Тут же прямые удары. Ферзь e5, f6, ладья g3, король f7. Ферзь h5, шаг. Король e7, ладья g7, шаг. Закрылся на f7, мат на f7. Все. Что тут думать, совсем непонятно. Ферзь e5, первый ход. Ферзь e5, f6. Король f7. Ну, а другие ходы какие? После ладья g3, король f7 только. Ну, есть, конечно, ход король h8, но мне кажется, что после хода ферзь h5 тут уже все. Потому что линейный мат грозит, как защититься. Конь f5, правда, есть ход, но я забираю и потом ставлю мат на h6. Ладно, пробуем. Ферзь h5 я хода не заметил. Да, ферзь h5 хода я не заметил, поэтому решал долго. Ничего. Ух ты, пешечник. Так, на что мы здесь играем? Явно на победу. Да, эта позиция будет долгой. Можно сыграть b4, можно сыграть король b5, король b4. Ой, трудное положение. Ну, давайте прямой вариант. b4, f5. b5, f4, b6, f3, b7, f2, ферзь, ферзь. Как тут выиграть? Совершенно непонятно. Это не то. Теперь остаются два хода. Король b5, король b4. В чем фишка? Один из них явно выигрывает. Но король b6 смысла нет, потому что далеко. f5, король c5, f4, d4, король g4, a4, f3, король e3, g3, a5. Но тут явно в чем идея. Идея такая, это я уже понял сразу, что нужно получить конструкцию. Король белый на e2, черный король на g2, пешка черная на f2, моя пешка на a7, приходя белых. И таким образом, a8, ферзь, шах, белые выигрывают. Для этого нужно тонкими маневрами белого короля завлечь черного короля на поле g2. То есть, какие-то вот такие вот... Но в чем разница между король b4 и король b5, пока непонятно. Но давайте так, король b4, f5, король c3, f4, король d2, король g4, король e1, король g3, король f1, и мы выиграли. Ну, опять же, выиграли. Тут какая еще пешка станет? Пешка аж же пойдет тоже вперед. Так, король b4, f5. Ну, может быть, король b4, чтобы под шаг не становиться. Король b4, f5, король c3, f4, король d2, f3, король e3, король g4, король f2, h5, a4... Нет, я не успеваю тут совсем. А, подождите. Тут еще какая фишка? Возможно, здесь не пешку а придется двигать. А в зависимости от того, как черные будут играть, двигатели пешку а или пешку б. И король черный под шагом окажется. Одно из этих двух пешек. Там даже, может быть, ферзи у черных появится, но ввиду близости черного короля к краю доски будет мат. Это все чисто на опыте, на интуиции, на том, что я прорешал очень много таких позиций пешечных. Вот, мне кажется, так. Но теперь это все надо сконструировать, чтобы это все срослось. Так. Ну, надо посчитать. Король b4, король b5. Какой же из этих вариантов? Ну, давайте король b4, да, сначала. Хорошо. Если король b4 и черные играют, например, король g4, то мы просто успеваем пешкой. Просто успеваем пешкой. То есть, a4 и там, чтобы там черные не ставили, например, если h5, то я успею первым. А если f5, a4, f4, a5, f3, нет. Король b4, король b4, если король g4, то a4, f5, a5, f4, a6, f3. Это не выиграно. Король b4, король g4, король c3, например, да. Если f5, то a4, h5 тоже ход выигрывает, наверное, да. Да, какая-то задача. Так. А может быть, все-таки b6. Король b6. Дело в том, что король b6 тут однозначно нужно f5 играть. Если сыграть король g4, то a4, f5. Ну, давайте, король b6, например. Ну, ладно. Король b6, f5, король c5, f4, король d4, король g4. А4, f3, король e3, король g3, a5, f2. Я совсем никуда не успел. Значит, король b4, наверное. Король b4, f5. f5, a4, f4, король c3. Если f3, то король d3. Ну, вернее, король d2. Дальше. Если король g4, то пешка побежала. Король g3, пешка побежала. Нет. Ну, был тут вариант. То есть, король b4, f5. Король c3. Если играть f4 здесь, то король d2. Дальше. Король g4, a4. И теперь, если h5, то я успеваю. Если король g3, то король f1. h5 я успеваю. То есть, на король b4, f5, король c3 обязательно нужно ходить уже королем черным. То есть, например, король g4. Но тогда я a4. Если он пешку h двинул, то я успеваю. А если f4, то король d2. Дальше. Король g3. С идеей король e1, король g2. Тогда a5, f4, a6, f3, a7, f2. Вот. Король e2 и король g2, a8 ферзь. То, что я говорил. То есть, король b4 явно нужно играть. Дальше. На f5, король c3. И здесь, видимо, уже белые выигрывают. Потому что, если играть f4, то король d2. И теперь на король g4. Можно сыграть король e1. Нет, еще раз. Король b4, f5. Король c3. Если f4, то a4. Король b4, f5. Король c3. f4, a4. Если f3, то король d2. Если дальше король g4, король e1. Ну, в общем, белые успевают. Поэтому на король b4, этот вариант с король g2. Ну-ка, еще раз. Король b4, f5. Король c3. f4, a4. Король g4. А5, f3. Дальше. А6. Нет, король d2. Король g3. Ах, вроде на один темп я не успеваю. Еще раз. Король b4, f5. Король c3, король g4. То есть, f4. Король d2, король g4. Да, как-то не удается, да, считать. Что ж такое. Еще раз давайте. Король b4, f5. Ну, то есть, есть тут и f5, и, наверное, король g4. Но если не f5, то... То есть, король b4, если играть король g4, то a4 срочно. И тогда, если h5, то я успеваю первым. Поставить ферзя на a8, контролировать поле h1. А если король b4, король g4 сыграть a4, потом f5, то a5, f4, ну, a6, f3, это не то, поэтому король c3, f3, король d2. А я не успел на 1 темп. Опять же забыли. Что ж такое. Ну, как мне могу посчитать вариант. Король g4, a5, f2. Нет, король g3, a6. f2, король e2, король g2, a7 я не успел на 1 темп. Тут-то задача B4, F5 Это не то Простой ход B4, F5 B5, F4 B6, F3 B7, F2 Ферзь, ферзь Хотя может быть задача А, подождите Может быть задача Разменять ферзей Охо-хо Вот это прикол Да B4, F5 B5, F4 B6, F3, B7, F2 B8, ферзь, F1 Ферзь, F5 Взяли, взяли И я успеваю первым Ничего себе Я тут сижу считаю Какой же ход выбрать А4 или король B4 А тут такое простое решение Ну это конечно не этюд Но задачка Очень и очень Видите какая Заковыристая Потому что действительно Видимо в вариантах А4, король B4 Ничего не получается А здесь прямой Размен ферзей Король уже на B5 И пока черные Отходят своим королем По линии G Я веду пешку вперед Очень интересная задачка Тем более что сразу Видите Бросается в глазах Вот король B4 Да Хотя этот вариант Я посчитал первым Да Как обычно говорят Сильнейший ход Очень часто приходит В голову первым Еще раз давайте B4, F5 B5, F4 B6, F3 B7, F2 B8, F1, F1 Ферзь Ферзь B5 Взяли Взяли Король отошел A4, H5 A5, H4 H6 H3 H7 H2 H8 F1 Поехали А когда уже нашел решение Это все очень просто Так Ну тут надо еще сказать Что есть ход Ферзь H1 И все Ух ты Ну это не последняя Сегодняшняя задачка Мы идем дальше И мы думаем Над тем Как использовать связку По вертикали A1, H8 Вертикали По диагонали Конечно же По диагонали Так У меня тут такая Интересная идея Если поставить Ладью на H7 Король H7 Ферзь H5 Это будет где-то мат Кстати Смотрите Ах Не получается Я хотел Ладья F6 Ладья H6 Да Но тогда Ферзь Вернее Ладья Ж2 Поехали Ладья Ж2 Хотя А что нам даст Ладья Ж2 Может тут такая Хитрая задача Что нужно сыграть Ладья F6 А потом На Ладья Ж2 Король H1 Смотрите Грозит вообще Скрытый шах Шаха у черных Нет Потому что У меня Ладья перекрыла Шестую линию Да Ну Ладья Ж1 Ладья Ж1 Взяли Взяли Это не то Ничего себе Ладья F6 Кажется правильно Ладья F8 Это наверное Не то Потому что Ну как то Не верится Ладья F8 Там правда Образы есть Это Ладья Ж8 Король Ж8 Ферзь Б8 Но Без Без особых Наверное Притязаний Здесь Если Ладья F8 Как мы можем защититься От этого всего дела Ферзь Б6 Может быть Ферзь Б6 Хотя там тоже Ладья F7 Какой то ход может быть Нет Ферзь Б6 Не получается Потому что Ладья Ж8 Ферзь Е8 Надо поле Е8 Держать Может быть Может быть Или Ферзь То есть Или Ладья Ф6 Или Ладья Ф8 Как же здесь Как же здесь Ладья Ф6 Вкусный Интересный ход Завлечение Да Но он может дать шаг Я отошел На Ш1 Как еще Ферзь под боем Газит скрытый шаг Если я на Ладья Ф8 Найду защиту Тогда точно Ладья Ф6 Ладья Ф8 Ладья Ф8 Что дальше На Ладья Ф8 Ладья Ф8 Это Ладья Ф8 Иммат А если На Ладья Ф8 Пум-пум-пум Ну Да Есть угроза Есть угроза Поле Е8 Надо держать Если Ферзь Д7 То та же идея Взяли-взяли Ферзь Б8 Ферзь Ферзь По 8 Не станет Ферзь Б7 Взяли-взяли Ферзь Е8 Нет Кажется Ладья Ф8 Выигрывает Как можно еще Сыграть А Ну Есть ход А6 Да Забыл Я совсем Про него А6 Ход есть Есть ход А6 Если я возьму Нажей 8 Потом Шах Это ничего Не дают А если я Сыграю Ладья 1 Ф7 С идеей Просто Побить Ферзь Нажей 7 Интересно Ладья Ф8 Но А6 Вернее Это Наверное Единственный Ход Потому что Ну Как еще Грозит Взятие На Ж8 Ферзь Б8 Одновременно Два поля На Б8 И на Е8 Черный Ферзь Не может Защитить Пешка На Б5 Стоит Так бы Ход Ферзь Б5 Поэтому А6 А на А6 Ладья 1 Ф7 И Красиво Грозит Немного Немало Ферзь Ж7 Мат Если Дойти Королем На А7 То что То что Кстати А То Ладья Ж8 Смотрите То Ладья Ж8 И Если Ладья Ж8 То есть Ладья Ж8 Бить Не может Если Король Ж8 То Мат На Ж7 Ферзю А если Ладья Ф7 То Ферзь Аж 8 Мат Похоже Это То Ладья Ф8 Еще Есть Защита Ферзь Ж6 Взяли Взяли И мат То есть И шаг На Б8 Хорошо А если Ферзь Ж6 Ладья Ф8 А6 Ладья 1 Ферзь Ферзь Ж6 Что Дальше Ну Ка Ну Ка Ну Ка Что Дальше Ферзь Ж6 Ход Интересный Ведь Там Уже Мат Грозит Ладью Мы На Ж7 Защитили Теперь Если Бить Ладьей На Ж7 То Мы Бьем Ферзь На Ж7 Бьем Ладьей На Ж7 Вернее Ферзь Ладьей На Ж8 Корроз Ж8 Ферзь Д5 Да Может быть Переход В Пешечник А ну Давайте Подумаем Ладья Ф8 А 6 Ладья 1 Ф7 Ферзь Ж6 Грозит Мат Надо Срочно Что-то Делать Есть Ладья Ж8 Есть Ладья Ж7 Еще Варианты Есть Нет Варианта У Самих Ладья Под Боем Ну Как Под Боем На Ф7 Она Не Под Боем На Ф8 Тоже Защищена Но Разит Мат И Надо Контратаковать То есть Ладья Можно На Ж7 Ладью Забрать Тогда Явно Придется Бить Причем Скорее Всего Фер Ферзи Зим Да Потому Что Только Этот Ход Есть Тогда Ладья Ж8 Король Ж8 Ферзь Д5 И Похоже Тут Это Даже Размен Ферзей Да Может Будет А Может Быть И Нет А Если Сыграть В той Позиции Ладья Ж8 Сразу Король Ж8 Как Дальше Мат По-прежнему Грозит Так Мат Грозит А Если Я сыграю Ладья Ж7 Нет Ферзь Ферзь Е8 Король Ж7 Это Не то Если Я сыграю Ладья Ж7 Ферзь Ж7 Но Это Примерно То же Сам Да Ладья Ф8 Наш Шесть Ладья 1 Ф7 Ферзь Ж6 Если Сразу На Ж7 Бить Ферзь Ж7 Или Наш 8 Потом Наш Ж7 Та же Самая Позиция В чем Разница Тут В чем Идея А Может Быть Здесь Нет Ну Так Мат Б Там Батарея Ладья Бьет Король Бьет Да Как-то я Недосчитываю И ничего Там Не удается Найти Но Ладья Ф6 Явно Не то Потому что Все таки Все таки Не то Ладно Наработал я В этой Задаче Много Буду Идти На Вариант Ладья Ф8 А6 Ладья 1 Ф7 ФЖ6 Взяли На Ж7 Ферзь Ж7 Ладья Ж8 Король Ж8 Ферзь Д5 Ну И дальше Дальше Что будет Может Как-то Ферзь Дейд Поменять Да Это Мутно Конечно Мутно Чувствую Что Может Быть Совсем Не то Но Просто Дальше Уже Нет Смысла Затягивать Поэтому Думаем Думаем Пробуем Да Первый Ход Правильный Ну Может Быть Вот Здесь Может Быть Вот Здесь Что То Может Сразу Держи 8 Держи 8 Король Ж8 Ферзь Б8 Король Отошел Не Видно Тут Тут Пока Не Видно Ничего Но Хочется Сыграть А может Быть Ладья Ф6 Подождите А Зачем Нам А Хотя Тут Ладья Ж2 И мат Не Получается Мат Ладья Ф6 А может Ладья 1 Ф6 Падает То Ладья 8 Ф6 Подождите Ладья 8 Ф6 Есть Ладья 8 Ф6 Ладья Ж2 Отошел Король Что Дальше Под Боем Ферзь Не Обязательно Ладью С Первой Линии Убирать Потому Что Там Ладья Ж2 Король Отошел На Первую И И Тоже И Если Сыграть Ферзь ФС 1 То Ладья Ф1 Вскрытый Шах Король Отошел Ну Там Тоже Не Ясно Наверное Ладья 8 Ф6 Тут Лучше Видите Мы Пешку Вызвали На А6 Логично Ладья 8 Ф6 Если Ладья Ж2 Король Отошел Ничего Нет Тут Еще Хуже Ладья Ж2 Там Вообще Мат Наш Сем Грозит Двойной Шах Поэтому Ладья 8 8 Ф6 Мне Здесь Нравится Уже Видите Так Приблизился И Лучше Стало Видно Ладья Ф6 Ладья Ф6 Вроде Нормально Да Ладья Ф6 Как Еще Нужно Ладья Ж2 Король Х1 Что Еще Ладья Ж1 Бьем На Ж1 Ладья Ф2 То есть Ладья Ж2 Бьем На Ж2 Шах Отошел Защитился Ладью Ну Нормально Вроде Разить Мат Пробуем Есть Победа Многострадальная Тактика Сегодня Надеюсь Что Вам Понравились Эти Решения Ну Все 5 Задач Я Решил Четко Видите У меня Точка Осталось Еще Пока Вчерашний Ход Слон Ф2 Я Не Заметил Ну Вот Так Продвигаемся К Цели 2600 Спасибо За Внимание До Свидания Всего Доброго